Более 30 вопросов рассмотрели ямальские парламентарии в ходе очередного 34-го по счету заседания Законодательного собрания Ямала-Ненинска автономного округа 5-го созыва. А главным его событием стал отчет о результатах деятельности правительства округа, который вниманию депутатов представил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Главным результатом двухлетней работы губернатор считает установление взаимодействия и взаимопонимание с топливно-энергетическим комплексом, стратегическими инвесторами, бизнесом, банками, а самое главное – с жителями Ямала. Каждый должен понимать, что для того, чтобы изменить жизнь в округе, всем нам нужно поменять свое отношение к северной земле. Ямал только тогда станет комфортным домом, когда каждый житель будет вкладывать в него силы, средства через свой труд, покупку квартиры, участие в реализации проектов, создание собственного бизнеса. О том, что ямальцы и представители бизнеса поверили в перспективы нашей территории, говорят результаты работы за прошлый год. Ямал продолжает оставаться в пятерке лидеров по демографическим показателям – инвестиционной привлекательности, организации бюджетного процесса. Это единственный регион в России, у которого расходы бюджета в полном мере обеспечены собственными доходами. В 2011 году, объявленном Годом равных возможностей, правительство Ямала оказало поддержку 15 тысячам людей с ограниченными физическими возможностями. Всего же по итогам года различные меры социальной поддержки получили более 150 тысяч человек. Совершенствуется система поддержки многодетных семей. Серьезные успехи достигнуты в плане модернизации образования. Это же, хотя и в меньшей степени, относится к здравоохранению, культуре, физической культуре и спорту. Растущие с года в год социальные обязательства бюджета опираются на динамичное развитие экономики, а последнее необходимо для улучшения качества жизни ямальцев. В разы увеличены расходы на строительство и жилищную политику. Ведется системная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. Ямал практически единственный субъект федерации, где региональные тарифы сдерживаются два года подряд. В минувшем году стартовал ряд судьбоносных инфраструктурных программ. В рамках проекта «Северный широтный ход» началось строительство моста через реку Надым, одного из национальных объектов железнодорожного гестрали Салихард-Надым. К сожалению, менее радужны пока перспективы строительства моста через ЗУД, о которых спросил губернатора депутат Елена Пушкарева. Я вижу 16-й год. Почему я вижу 16-й год? Потому что в 16-м году будет запущен в первую очередь завод ГСПД. Наш широтный ход абсолютно связан с освоением полуострова Ямала и с транспортировкой газонефтекимии, нефтепродуктов с территории полуострова Ямала в Россию. Поэтому вот здесь я вижу коммерческую составляющую. Здесь я вижу вот там пятерых участников, железно заинтересованных в том, чтобы этот мост построил. Доклад губернатора о результатах деятельности правительства автономного округа ямальские парламентарии не просто одобрили и приняли к сведению. Для многих из них он стал руководством действия. Для нас это огромный ориентир законотворческой деятельности. Губернатор вот сегодня расставлял акценты определенные на решение тех или иных, знаете, таких проблем, которые еще надо посмотреть. Вот он сказал, подумайте над законодательными инициативами в сфере платежей за жилищно-коммунальные услуги. Я уже себе, как говорится, в рабочем дневнике пометила, что сажусь за эту тему и буду анализировать. Те инициативы, которые содержатся в докладе губернатора Ямала, должны получить всемирную поддержку на уровне муниципалитетов. Все, что было услышано, радует в чем? Измерение идет не в процентном соотношении, а уже в кратности. Это очень радует. То есть, те и денежные средства, и реализованные какие-то проекты по направлению в отдельность, они уже как бы кратно показывают увеличение в кратности, поэтому не может не радовать. Самое главное, с моей точки зрения, чтобы на уровне муниципального образования это нашло свою поддержку, самую яркую. То есть, темпы, которые обозначены губернатором, они должны соизмеримо поддерживаться на уровне муниципального образования. А даже в идеальном варианте мы должны где-то переезжать. О деятельности фонда жилищного строительства Ямала за полтора года существования этой организации отчитался перед депутатами первый заместитель губернатора Евгений Мискевич. Главным итогом он считает ввод и эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров жилья и процесс формирования жилых помещений для передачи их собственникам и муниципальным образованием для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. После перерыва в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели еще около 30 вопросов. Они приняли новое положение в молодежном парламенте при законодательном собрании, рассмотрели региональный закон об общественном контроле, внесли поправки в ряд окружных законов и ввели в состав парламента депутата, победившего на довыборах 4 марта. Им стал бывший вице-губернатор Ямала и бывший депутат Государственной Думы России Виктор Казарин. Игорь Борисов, Вячеслав Булышко, Максим Ячин. Программа «Время местное».